добрый день дорогие друзья вы на канале компании купи салон крупнейшего автоателье в россии меня зовут алексей крыловецкий мы занимаемся перетяжкой салонов автомобиля об этом знают уже большое количество наших постоянных зрителей подписчиков тех кто смотрит за нами не только на нашем youtube канале но и в соцсетях других аккаунтах а сегодня я хочу вам показать действительно сложную интересную работу и потребовалось несколько лет с момента как начал выпускаться и продаваться на нашем рынке автомобиль peugeot traveler он же peugeot эксперт он же citroen space tourer он же помните тайн джампи да самим память не изменяет и он же opel zafira life вот этот автомобиль как раз нам в руки и попал и пускай тут только значок отличается на подушке руля все остальное нам уже хорошо знакомо но работа в проводилась гораздо более объемная интересная и как оказалось более сложная чем те привычные которые мы уже выполняли здесь вот наверное я сошлюсь на ссылочку на наш плейлист по peugeot потому что много интересных работ но там именно peugeot traveler посмотрите вы увидите тот же самый автомобиль чаще нас просят перешить салон в этой машине иногда потолки подушку руля и передней накладки на панель торпеда не очень удачно в этом автомобиле демонтируются это вся передняя накладка которая дробится на три элемента крышка бардачка напротив пассажира справа от нее блок с воздуховодом и здоровый элемент слева который обрамляет и щиток приборов и головное устройство и слева еще дефлектора воздуховодов вот эти элементы чаще просит перешить все что за ними находится большинстве случаев остается пластиковым мы же подвергли эти элементы перетяжки а с учетом того что эти машины конечно отличаются от любых легковых и не сделаны по более простой технологии нам показалось что работа будет может быть и не такой уж сложный да ну что там бардачок небольшой по центру и какие-то там подстаканники сзади вроде какие-то воздуховоды на стекло дуют вроде ничего особенного оказалось что работа очень даже не простая многие из деталей просто неразборные некоторые нам пришлось выпиливать высверливать сделать для них специальные крепления аккуратно обрабатывать край вот этого распила даже окрашивать его подгибать кожу делать сложный крой особенно в подстаканнике и в результате учитывая все зазоры ведь кожа имеет толщину добиваться идеального результата очень непростая задача более того при завершении работ несколько нюансов мы обнаружили вместе с владельцем до который на мой взгляд стоило бы мы можно было бы сделать лучше безусловно лекала могут быть но улучшены но в любом случае даже вот тот вариант которому уже продемонстрировали он существенно отличается от заводского безусловно гораздо лучше чем все то что можно получить если вы приобретаете автомобиль в дилерском центре зачем перешивают верхнюю панель торпеда обычно это делается для того чтобы улучшить декоративную составляющую ведь пластиковая фактурная грубая поверхность на которой любая пылинка выглядит как огромный кусок грязи брошенный и все время находящийся перед глазами совершенно преобразится если мы вот эту верхнюю часть перешем ну скажем как в данном случае в натуральную кожу на по и сделаем сложную декоративную отстрочку которая обратите внимание у нас идет и по передней части торпеды причем такая очень витиеватое с изгибами с переходами с одной детали на другую с идеальной стыковка этих швов смыканием но также заходит туда назад под лобовое стекло и мы получаем ну просто шикарный великолепный результат который радует владельца для того чтобы всю эту работу правильно так сказать завершить залакировать перешиваем еще и подушку руля с декоративными швами того же цвета с восстановлением символов гудков а также эрбега надписи и получаем законченную картину конечно на этом обычно работы с подобными автомобилями не заканчиваются полная шумоизоляция до оснащение сидений функциями подогрева вентиляции чем не только передних но и второго даже третьего ряда дополнительная декоративная подсветка улучшение музыки головное устройство поменять на более современное функциональное и многое 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 другое можно провести он в этом автомобиле внутри ну и конечно не забыть про защиту кузова и декоративные защитные полировки снаружи которые также делаются для того чтобы автомобиль радовал и снаружи и внутри это делает машину более уютной и привлекательной приятной в использовании доставляет удовольствие в весь срок применения этого автомобиля до его продажи у нас часто спрашивают о том как именно проводятся работы связанные с перетяжкой жестких деталей вот отвечаю до для начала перед разбором все смыкающиеся детали особенно там где есть швы переходящие с одного элемента на другой должны быть правильно отрисованы на и после того как мы все отрисовали можно детали разбирать естественно при разборе учитываем смотрим какие места видны и какие уже прикрыты разными декоративными накладками и после этого демонтировав деталь получаем ее в руках у себя на руках у себя и конечно видим классный объем работ очень интересный с которым нам предстоит столкнуться то есть мы понимаем куда надо загнуть кожу мы понимаем где у нас швы и теперь наша задача все реализовать как мы это делаем сначала мы отрисовав все швы начинаем снимать лекала переносим их на бумагу берем кожу выбираем только самую лучшую это особенно важно когда речь идет о таких декоративных поверхностях которые все время освещены и под углом на них видна любая даже мельчайшая песчинка попавшая под кожу и сняв лекала разложив на лучший натуральный в данном случае кожи на по мы вырезаем куски кожи обрабатываем специально край так называемой брусовочной машины истончая чтобы у нас швы были заподлицо с поверхностью и начинаем сшивать кропотливо трудоемко но в конечном итоге получаем заготовку которая при правильной поклейки позволят увидеть вот эту красоту декоративного шва в данном случае это двойная строчка две абсолютно ровные параллельные друг другу линии которые идут по обе стороны от так называемого сточного шва от слова сточать то есть соединять две детали и после начинается поклейка в случае с такой сложной деталью где множество элементов находятся в впритык друг другу и с учетом толщины кожи надо где-то доработать пластик допилить его с тем чтобы создать необходимый зазор да или спустить кожу то есть истончить ее с тем чтобы эти элементы друг относительно друга не задевали не цеплялись и не скрипели это очень важно на мой взгляд и мы получаем в результате деталь на которую надо все аккуратно наклеить собрать установить в машину и только после этого работу считать завершенный перед сдачей проверить качество отмыть очистить все и ну ждать восторженных восхищенных в глаз владельца которые увидят как из получается конфетка так что смотрим и наслаждаемся результатом этой работы а также многих других которые у нас попали в отдельный плейлист по перетяжке таких сложных жестких деталей как верхняя и нижняя панель торпеды центральный тоннель дверные обивки и боковой пластик сидений смотрите наслаждайтесь ну и высказывайте свои мнения дорогие друзья мы всегда рады тому что вы активно откликаетесь на наши ролики и демонстрируйте свою приверженность нашему каналу оставляйте свои комментарии ставите лайки и что для нас особенно важно подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик чтобы уведомление о новых сериях приходило вам в автоматическом режиме предлагаю всем сделать это прямо сейчас вы нас очень поддержите ну а для тех кто хочет узнать сколько это стоит как можно осуществить подобный проект есть контакты в описании к этому видео ролику там есть и ссылка для перехода в ватсап и телефон для связи поэтому мы с радостью ответим и на вопрос о сроках о стоимости о записи о выборе материалов и многом-многом другом так что обращайтесь пожалуйста напрямую через эти средства связи с нами в комментариях и в описании к ролику мы цен никогда не даем ну и напоминаю конечно о том что у нас есть отдельные аккаунты которые мы активно ведем и на них стоит подписаться ссылки будут в описании аккаунты на социальные сети instagram вконтакте facebook drive 2 и тик ток переходите смотрите ну а я всем желаю удачи и счастья здоровья и до скорой встречи пока